Всем привет, дорогие друзья, и приятного просмотра! Черный аист – редкая, очень осторожная и скрытная птица. В отличие от своего ближайшего родственника, белого аиста, он держится всегда вдали от человека, поселяясь в глухих, труднодоступных местах. Несмотря на свой обширный ареал, черный аист, безусловно, относится к редким и уязвимым видам. В России его численность неуклонно снижается, площадь пригодных для гнездования мест сокращается, и общая численность вида на территории нашей страны не превышает 500 гнездящихся пар. Вид включен в Красную книгу России и ряда определенных стран. Черный аист – наиболее распространенный представитель рода аистов. Его латинское название – цикония нигра. Гнездица – это грациозная птица практически во всей Полиарктике, начиная от Испании и заканчивая Китаем. На зимовье черный аист отправляется в Индию, а также в Африку, до самых южных ее широт. Жить аист предпочитает на лесистых и болотистых территориях. Может обитать и в гористой или холмистой местности, при условии, что там есть подходящая для них пища. Черный аист, так же как его сородич Белый аист, птица довольно крупная. Ноги у нее длинные, приблизительно 1 метр. Вес – около 3 килограмм, а размах крыльев достигает полутора метров. Оперение по всему телу – черное с зелено-фиолетовым отливом. Исключение составляет только грудь птицы. Перья на животе и в подхвосте белые. Клюв и ноги коричневого цвета, а в брачный период приобретают ярко-алый окрас. Молодые черные аисты окрашены аналогично взрослым особям, но более тускло. Самцы и самки друг от друга визуально не отличаются. На время размножения черные аисты образуют пары. Предшествуют этому брачные игры, во время которых предполагаемые партнеры по очереди закидывают головы себе на спину, щелкая при этом клювами, в результате чего образуется звук, напоминающий стук. В остальное время года они ведут одиночный образ жизни. Гнездо строят оба родителя, причем гнезда могут быть очень впечатляющих размеров. Задача самца – приносить сучья, землю и глину, из которых самка и строит на ветвях дерево гнездо. Зачастую одно и то же гнездо используется несколько сезонов подряд, каждый год обновляясь и увеличиваясь в размерах. Самка может отложить от 3 до 5 яиц, имеющих овальную форму. Насиживают кладку оба родителя в течение 32 дней. Если температура в гнезде становится слишком высокой, то птицы опрыскивают яйца для охлаждения водой. Кормят птенцов также оба родителя, отрыгивая для них еду на дно гнезда. К трехмесячному возрасту молодые черные аисты становятся самостоятельными, а в пору половой зрелости они вступают в возрасте 3 лет. Активность аист проявляют только днем, почти все время проводя в поисках пищи. Это плотоядные птицы, их рацион включает в себя лягушек, угрей, небольших рептилий и мелкую рыбу, а в некоторых случаях даже мелких млекопитающих. В период размножения основной составляющей питания черных аистов является рыба. В естественной природе у птицы нет врагов, но тем не менее, даже несмотря на то, что ареал его обитания достаточно широк, встретить эту птицу можно нечасто. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Всем пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok